всем привет ну че мы имеем заправщик на заправке гараж заправка ладно поехали говорится поржали и хватит бензовод смешно ну да ладно второй раз поржали и хватит а 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 Так, ну поехали. Поехали по ржам, как говорится, еще там. Когда заправщик в этом месте стоит. Га, тут кочка. Поехали. 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 Вот тут торчат иголки из елки. Вот так вот опять стихи. Где этот бензовоз сломанный? Угу, шишига воз него стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, и там точка погрузки одна. Место сбора. О как. А, точки погрузки там. Даже место сбора есть. Нафига? Афига Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 538-й или К-700? Чё на погрузке? Чё-то не видать ничего. Уж вообще ничего нет. Первый раз в жизни, чтобы ничего не было. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНОЦ КОНЕЦ 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 Угу, нет ничего, где-то в другом месте что ли стоит Угу, нет ничего, где-то в другом месте Угу, нет ничего, в другом месте Угу, нет ничего, в другом месте Блин, вообще от точек уехал Там на разворот точка идет что ли? Что тут за это? Ну это стандарт, на бок дорогу Дороги, где точки тогда? Так, точка здесь Угу, и вот это вот туда ведет А это вот сюда ведет Видимо Тупик что ли? Че узнаем Ну че, где-то на блокпосте должен быть че-то ни одного не видел Ну кроме там асфальта Это не считается Это что ли хижина лесника? Какие лесник это? Болотник А вот блокпост же точно Так, нам сюда Так, нам сюда Чуть пенек меня гад не опрокинул Чуть урал какой то это Я ехал на пенек и все Ну сейчас точно перевернется Высоковат он Тянет его все к земле Гравитация Даже сказал больше гравитанции Я Ну не меня а он Где то точка Слева Угу Гаражный фургон Гаражный гаражный Я в принципе правильно сюда ехал с самого начала Длинные и короткие Где то наверно еще Гаражный есть Обычно в одном месте они бывают Так У меня самого здесь нет уже? Не Гаражный Гаражный Цепляйся давай Поехали в гараж Блин сейчас за деревьями надо будет задевать скорее всего ну там где задереть будет задевать там я его и выкину потом подберу бензовоз не просто так стоит и тем более ремка рядом с ним не просто так значит еще должны быть гаражные причем выезд по асфальту может там в углу стоит напилки ну пока что ничего не цепляет это просто я профессиональный руковожу уралом может в болото спуститься интересно там грязь есть нет на чем наехал хрен знает вот здесь вот сейчас вагончик должен падать я не должен а а и Продолжение следует... 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 Угу, темнеет. Ну, это уж вовсе не дорога. Это, скорее, уже косяк. Могут косяк, а кому и дорога. Мне нравится, говорит, едь в объезд, а в объезд нету. Ну, да. Так, а если я здесь проеду, то я... Проеду. Угу. Странно. Очень странно. А че тут плешанина? Че это за плеш-то? Че тут? Греи, что ли, не выросли? Лысо все. Так, в таком случае... Здесь где-то блокпост стоит. Не может же с погрузки так быстро быть. Поехали сюда. Тогда вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Иди, братана Отремай Ты же для этого здесь Ну все, в принципе, дотянется Так, а ты стой здесь Нет Стрим нормально идет Не, я запустить-то могу на ютубе Нормально он идет Без всяких VPN-ов, без всего А зачем тебе этот А ты и не запустишь Там еще же и дискорда заблокировали У кого-то запускается, у кого-то не запускается Там просто по-разному Я не знаю почему, но по-разному У меня запускается без проблем Ну, в принципе, дорога здесь Одинакова 529 Даже поближе чуть Ну, плюс-минус одинаково, короче Поехали А с VPN он стримы не запустится Он будет тормозить Блин Стоит тут этот Дис Да Знаю У меня Не стоит Не Хватит работать Ну и хрен Да, ну и хрен Здесь запускай В АК-плей На Рутубе И еще Где-нибудь Где нравится Там и запускай А там Я говорю Это Смысла нет Особо Ты, допустим, не можешь запустить Многие не смогут посмотреть Кто-то посмотрит Кто-то нет Кто-то захочет И не сможет Он просто плюнет Говорит, с нервы мотать С этими Кругляшками Как-то так Я же запускал И тогда И это Потом мне Там Серега Пацаны У нас не работает Иди в ВК Ты достал Я говорю Отвали На Вот Отвалил Я отвалил Я прихожу домой Но вален Куча А кто это Грыздил Не нет да и говорит еще в ракете не видел так что пришлось там скорее всего от этого еще от провайдера зависит а может некоторые из провайдеров сваливают у кого-то из провайдеров круче работает у кого-то хуже короче хрен его знает здарова греша сто лет я не видел с рыбалкой вернулся все рыбачишь и рыбачишь я хотел тебе червячков предложить заморить но писать уже негде уже дискорд даже закрыть так что мне даже негде тебя написать да отлично он видишь все катаюсь и прёвну вожу ждал карту от киличенко наконец-то дождался наконец-то она вышла хотя она не такая уже молодая жизнь я уже постарел немножко не поверишь но постарел и не не с рыбалки москве а дай уже правильно тоже полезное дело в зиму собирайся быстрее по больничкам ну там понятно то там зимой ты этот москве то холодно это не сочи это те все зимние надо там ботинки тулуп валенки там фуфайку лыжи мух померзнешь а мы поржем с серёгой а мы просто привыкли нам то пофигу ты скажешь о блин тут минус пятнадцать я замер да на минус пятнадцать это вообще я на балконе как говорится с голым торсом в минус пятнадцать выхожу перекуривать и вообще пофиг минус тридцать пять да все равно около года ну да я про это и говорю то что и теплые вещи надо там не нету здесь гаражных лишь гаражных нету они в самой последней точке если они вообще существуют блин а чё по кругу ехать а у этого топлива не хватит я позавчера тут купался еще мы уже не помним когда последний раз купались мы купались последний раз как говорится в ванной комнате у себя а тебе видишь ты счастливчик ну это твои последние как говорится разы я бы сказал покупки ну правильно будет покупалки так вот правильное слово так-то готовься я еду как говорится нажрёмся хи 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 х хи какая еще Серёга кстати там но Серёга не будь нажраться он будет облизываться как кот мы ему под стол кинем что нибудь А рыбу с утра ловил Ну я видел этот Я зашел, видел Отметил, как говорится Улов твой Думаю, он нарыбачил Думаю, опять, думаю, день и ночь на рыбалках сидит А он не только на рыбалках сидит Он, оказывается, еще и готовится Я поехал прямо Совсем погряз в рыбалке Все рыбу, наверное, переловил уже Я он тоже на рыбалке сидел Но на другой, но он такой же Две-три рыбы поймаю и все Да некогда рыбачить А, ну вот, видишь А что, там много справок надо, что ли, не этот Одним направлением что-нибудь не обходится Типа, да, вот, и все, и стартует Или там типа анализы, хренализы надо Обязательство, как говорится, что ты не верблюд Много на фигеть Потом год, ну, плюс-минус там торчать Ждать, пока тебя вызовут А чего они нет А, ну, хрен знает Смысл-то какой Допустим, надо было там раз Вызвали, искали Все, типа, приезжаем и готовы Вообще всех почти И анализы, это ладно Вези, каждого органа надо Ну, может быть Ну, типа, чтобы, наверное, это там Отторжения не было Хрени Или еще что-то Я бы сказал, какая разница Отправите, когда Будете готовы Чуть не наскочил на дерево, как медведь Наверное, нам мудрано Ну, скорее всего, не понять Смысла Не, просто я понимаю Если бы там Ты там, допустим, уже анализы сдавал То есть там и лаборатории круче И профессора, как говорится Больше Весят Это не грязь, миссия Это да Просто если ты там, допустим Чтобы им лично Вот они же все равно должны знать Потому что что-то там Они будут делать И им все надо сдавать Вот это Ну, я бы еще понял Что надо заранее свалить туда И там уже в Москве Всю эту хренотень проходить Это понятно, как бы А тут Может, я что-то не понимаю Может, я не ботаник просто Грязевик Начинают уже досконально Чтобы они передали информацию Туда Туда Или просто чтобы работали Там доработка будет Ну, там, скорее всего, наверное, по-любому Ну, не просто доработка Хотя хрен его знает Может, у них там просто Типа времени нету Давайте, говорит Вы, типа, сделайте все здесь А что у вас тут не выйдет, как говорится То мы Добьем Может так Как раз со сцепкой Я приперся со сцепкой А эта сцепка О, да он целый даже А я думал, он весь покоцанный Че упал? И там не был Я там не был Пока не в курсе Пока не Хе-хе-хе-хе Как будешь в курсе? Сразу скажи Ну, их пальчиком А я ей, типа Зачем распотрошили? Хе-хе-хе Зачем там потрошили тогда? Ну, скорее всего, может Я говорю так То есть, они сказали Здесь, типа, возитесь Че не сможете? Мы сами доделаем Ну, это как кино снимают тоже Половину один режиссер снял Потом его уволили Потому что он снял говно Да снимает другой И там еще говнее Ну, слепил О, цепляется Да цепляй давай Там проблемы еще есть Диализмным центром Мест нет Да? А я думал, наоборот Там Как говорится Столица Там вообще До хрена всего Без вани Пока места Да? А я думал, наоборот Там до хрена Ну, понятно Что там и людей много Но одно дело Как говорится Деревни А другое Делал Там в столице Я думал, наоборот Там до хрена всего Приходи Как говорится Живи Странно Я же не... Не, ну это понятно Понятно Местный там Все это Это все ясно Просто суть в том Что у тебя там Как говорится Двухэтажное здание Три коридора И четыре кабинета И у них там Здание Двадцать пять этажей Допустим Ну, я так думал И там Сто девяносто пять Коридоров И триста пятьдесят кабинетов То есть, ну Я так думал просто То есть, если они Берут Кого-то Откуда-то Значит, у них места Уже Запландированы Как бы Уже забронированы То есть, обязательно есть То есть, именно поэтому Сразу там Не вызывают А вот Ну, подготавливают Места там Ну, не на кладбище Короче Ну, короче Я так думал Хрен узнал Ну, верш, я не шарю В медицине Как-нибудь там Не пошел в медицинский А ща бы знал Ну, вершу Ну, вершу Где делают операцию Там вообще диализного центра нет Гостевого Ищи сам Где делают диализ до операции Ну, как обычно У них все Не связаны вместе В том-то и сложности Понятно Я просто думал Хрен его знают У них Связи Везде То есть, есть там места Там места освободились Ну, они как бы предупреждают Что вот ты Тебе справка Вот Направляешься туда Приписываем тебя К этому месту То есть, ты где-то должен быть прописан Приписан Там Читаться В случае чего Где тебя искать То есть, ты, допустим Убежишь Ну, как-то так То есть, по такому-то адресу Там диализный центр По такому-то адресу Там порежут Здесь там зашьют Лечиться там В поликлинику Тебя привязываем Допустим, к этой Все на бабках Ну, понятно На бабках Как всегда То есть Где-то ты реабилитацию Должен проходить Вот по такому-то адресу То есть, ну, вот так вот Я так думал Что у нас там Порядок Там, оказывается Просто, как всегда На бабках Потому что одно дело Когда ты в своем городе Да, вот Торчишь Тебе говорят Вон Хочешь Где-то там прописан Здесь Ну, вот Свою поликлинику Там и стартуй Другое дело Когда ты В чужой город Едешь То есть Разница-то большая Кроме дискорда Пока нет Пока ютуб И дискорд Почему на бабках А не на детках А детки Потому что Ну, если ты имеешь в виду Детки Через Т Это дети Дедки Через Д Это дедули А потому что У бабулек Дедульки Дома сидят Они Не вяжут Понимаешь? Он же сказал Завязано То есть Слово вязать Хе-хе-хе Может поэтому Дедуах Ну, хотят Кстати Этот же еще Как его Ватсап Запломбировать Еще тогда тоже Говорили Как и дискорд Весной же говорили Я же тебе тогда говорил Когда разговаривали Что его заблочат Все Летом было И про этот Тоже Дедули Т9 Блин Т9 Это как Т2 Было бы В Питере Было бы Но это да Это понятно Это я знаю В Питере Было бы Это как это Как все дома Ну, видишь У Алекса Т9 А у нас Какой последний Т7 Т6 Темные судьбы А у Алекса Т9 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 Это этот Как-то 1000 Только не жидкий Да Не жидкий Как стул Твердый Твердый Сейчас вон гараж Распакуем Как перекурим Попрем Почему крана нету Че забыл кран Он обычно всегда стоит Тут че-то крана нет Наверное забыл Прям удивительно Ни к 700 Не этот На старых Кнопах сидим Да Я вообще на самой старой Кнопе сижу У меня До сих пор Это Макея Как будем теперь Вот Без Дискорда Тебя встречать там В Москве, не знаю даже Даже не узнаем Как ты доехал И доехал ли вообще, может Вышел где там по пути и сказал Да ну я нахрен, я домой Нам надо знать Ты не часто у нас появляешься Мы будем это Контролировать Так, я точно туда, точно туда еду Я уже давно в ДС не заходил Вот ты даже и не плакал Да, я тоже Я туда и захожу Посмотрю и выхожу Это кстати всегда Тут так было Пока не по заводу туда я и не заходил Никогда Че там, никого нет уже Хм, я там только тебя знаю Ха-ха-ха-ха И все Я даже Серегу там не знал Он меня знал А я его нет Да не будем мы плакать Че бы не закрыли Все равно плакать Какой смысл? Я вот не плачу вообще Че толк Че толк Там закрыли Тут закрыли Откроют мне некогда Мне Как раз работать надо Меня нет Хм, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Ну так же Так же не переживай Ну помним и любим Ну где-то в глубине души А кто закрыл? Кто закрыл? Роскомнадзор Кто же еще? Как говорили же об этом я же тебе говорю Еще Вон в Дискорде Когда мы в последний раз сидели, разговаривали Я же сказал, что заблокируют Да, наши, а кто же еще? Я же сказал, что его закроют Потому что тогда Я тебе, по-моему, еще скидывал эти Когда-то там ссылки тебе скидывал В ВК еще Говорил, о, смотри, запломбируют нахрен Стим тоже там в реестр же вносят Тоже чпокнул когда-нибудь Но он, правда, исправляется Его этот Он не косячит так сильно Он ошибки исправляет Я забыл, ну, бывает Ну вот, я тебе говорю, еще тогда Летом, когда Писали об этом Ну, да Ну, там, если они удалят Всякую хрень свою Хотя я никакой хрени вообще там не знаю Что там за экстремистская херня Штрафы вот эти Я туда заходил только Поболтать Да и Сереге винду поставить Ну, не все Ну, да Там этот Запрещенные, короче Ну, типа такое Да Там запрещенные какие-то Я не знаю Ссылки Или видео запрещенные Что-то типа того Короче, какая-то запрещенная хрень Я так уж чуть не подумал Что там чуть не порнуху транслируют Хотя где я никогда не видел Ни одной ссылки Типа на запрещенную Там что-то Хрен его знаю Да я и не лазил И не искал, как говорится Такую хрень Я даже и не знал Что там такое есть И что там такое можно Типа А это типа, да Вот Всякий там разврат Хрень какая-то Короче Что-то типа запрещенное Ну, у нас-то чисто дискорд Даже Серега Да Ну, там даже не матерились Ни разу И Серега ни разу не матерился даже В дискорде Ну, же все по фэншую Было А нас запломбировали тоже Хе-хе-хе-хе-хе Опаньки Ну что Погнали перекурим Так Эту шляпу надо снять Надо Решается Надо это бревна Груть Там крана нету Мне надо Как минимум С краном быть ехать Вот Все, короче Пошли Перекурим И попрем Перекурим 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 Продолжение следует... 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 Здесь вообще надо было отбойник поставить А вот он и есть А здесь что нету Кто кто свалится Гриша поедет когда нибудь и упадет Гриша любит падать На равном месте Ну мы его падение не видели Чтоб над ним не ржали он даже Прекратил Как говорится Поездушки все А что ты дранер не гоняешь Ржете говорит надо мной Ну да Ну и что я таким Вырос Я больше не буду играть Мудрана Вообще его удалю Чтоб вы не ржали надо мной больше никогда Мы ему сказали что не будем ржать А он не поверил Не буду я ставить Мудрана Будете выржать будете Я чё поворот проехал? Я чё поворот проехал? Ну да Ну да Ну да Ну да А пломбир есть Нету В смысле Чё с первого раза Не запломбировал А что ты Веревки не хватает Веревки не хватает Веревки не хватает Вода какая-то стеклянная Течет Холодная, наверное, цвета мокрой волны Студеной волны Цвет какой-то волны Волновало я Серегу это очень Так Что грузим Короткие Три средних Все по стандарту Подпишись мать Продолжение следует... 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 Огромный четырехосник С роспуском-то я уже давно доехал Тут дорога на бок Не видел смысл никогда в такой дороге для падения Если там вот деревья Не упадешь жить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну надо же, на горку-то залез Не, ну без лебедки едет Кто спал, как говорится, у бабушки в детстве В деревне там, тот знает, что это за матрас Что-то мне кажется, я сейчас упаду Не? Не-не-не Я б шутил Не буду я падать Сегодня Пока Серега не придет Серега, наверное, спит Всю ночь трудился Давно я при Сереге не падал Здрасте, доктор Дью Спал от зубобойных лось на месте Благодарю Больше газа, меньше ям, больше мучений Слесарям Логично Прям стихами, как я Мудрана рождает стихи, я же говорю Родитель стихов Родитель стихи Я думаю, Пушкин просто не играл Он бы еще круче стихи писал Ну и так они в рифму Попробуй сочини какую-нибудь золотую рыбку В рифму вот так вот Ямбом или хореем Я в литературе не силен Но Пушкин мог Если бы он Мудрана играл Ну, в наше время Я бы думаю Еще больше крутых стихов было бы Нас еще больше бы заставляли учить Какие-нибудь стихи Про Мудранов там Типа ехал Грек очередной Не, не то Ехал кто-то через лес Куда же он полез Ну, типа того что-то Ты несуйся Там кусты Получишь там Не знаю, что-нибудь Приятное Бонусно Ну, что-то типа того Я же говорю Я не стихун А мог бы быть Я, кстати, экзамен издавал По литературе А что он Что бревно не приняли Странно Бревно не взяли, говорит Это левое Не подходит, говорит Такое визит другое Смотри, какие горды Еще бревна у меня не берут Не, я его вез, вез Там чуть не упал А у меня, говорят, это Бракованно Ну, ладно Отвезу назад Этим там Покажу Кривую, наверное Так, получается Шесть пилок Три машины На старте Ну, на каждой машине По две пилки В принципе, эту можно сейчас А, у нее топлива нет Бензовоз нужен Загнать туда в тупик Можно Я так думаю Если что, там Прицеп отцепить Ну, и как Кран Воспользоваться Так сказать Ну, не то, что Невинностью Краном Воспользоваться Как Гриша бы сказал Краник Использовать Используй Используй Свой краник Я писал Одно время Стихи Но получилось Так А это у многих Так Вроде хочется Написать Красивые А получается Нецензурщина Их не принимают Ну, даже Даже близкие Написал, например Какой-нибудь Красивый стишок Там О погоде О природе Хочешь маме Рассказать Там Или папе Допустим Или на Новый год Вот Там Дедушка Мороз Пришел И Прям вдруг Начал это Рассказывать А у него И он начал Таять Сразу От такого От такого Стихотворения Начал таять А папа Уже Глядишь Так Начал Растегивать Ремень И намекать На обстоятельства И все И Говорится Поэт Загублен Так что Это у многих Такое бывает Ну не полный бакуум будет лад это и неважно как раз я сейчас туда к рассвету доеду назад только два давай давай положим раз у меня одну не приняли попробую этим сдать взялся за ремонт двс мопедов кстати логично там без мата вообще никак я работал когда-то по специальности ремонтник как и едут там мало того особенно по весне подъемник машину загонишь а там мало того что тебе на башку капает так еще и гайка не откручивается попробуешь как говорится молотком по ней ударить к еще по пальцу попадешь и все это время на тебя продолжает сверху капать типа такого там как раз и там никто главный этот не возражает что ты матом орешь даже сам этот хозяин автомобиля иной раз тоже мутекнется поддержит так сказать тебя в том числе чехи и что знаем но ты палки то не кривлячу до него как ты этот захват прям слабенький но мне кажется конечно что он слабенький но он слабенький поехали так давай ка сразу две сотни чпок ним 320 ну ехать а даже так значит тогда ехать надо в обратную сторону вот по этой дороге и вот сюда просто нет топлива на нем все равно нет ну все сейчас эту пилку закрою мне проще привезут дрогатель и перебираю логично сидел как говорится поматерился с летами даже кстати можно ах ты там такая гайка ты ты чего меня как говорится перепайка ну кааа типа шляпа открутись и все будет типа так никто главное ничего не скажет против точнее сейчас можно уже писать сейчас можно все что хочешь там писать на стене например в подъезде свои все эти фантазии первым читателем наверно будет уборщица потому что с вечера напишешь с утра она придется умоет но прочитает обязательно она никогда не смывает не прочитав Нужно какое-то послание Мало ли Мне над гаражом написано Добро пожаловать палату для особо буйных Веселая надпись Велкам В скобках Палата номер 6 Где, говорит, живете? Палата В палате В палате, говорит Ты куда? Ты куда? В палату Там логично все Там успокаивать можно нервы Можно пока что-нибудь перебираешь Ну, я тут Попить что-нибудь Ну, я бы не сказал Вкусное и полезное Ну, что-то такое Успокаивающее Верцах хлебнул В палате Главное, чтобы врачи Главное, чтобы врачи не в белых халатах не приехали А эти С синей полоской И мигалками С погонами С погонами А то приедут, скажут А ты выйдешь там А где царь? Азамьезен царь Где проживаете? В палатах, да А то приедут С мигалками Постучат В погонах Врачи Ну, че Кто буянит? Ты кто? Азамьезен царь Ха-ха-ха-ха-ха И сразу О, наш клиент Поехали Ха-ха-ха-ха 170 литров Надеюсь, бензовоз гнать не надо Волоком дотащить я его не смогу Нифига, 9 километров 60 километров на нем еду Знаешь, бедолага устал Щас сменим Как говорится Тачку Тачку на прокачку А, ну на это я, если че, этот В качестве крана и Ничего, тебя вылечит и тебя И меня тоже заодно Угу Соседи так подходят по гаражу А, это А мы Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха А, обрели уже Ну, типа такого Веселые этот Веселые картинки В журнале Яролаш Такое, как говорится Снимать, записывать И делать комиксы А че, нормальный уже Комикс получится Не то, что там эти С пауком там Или тараканом Человеком Че-то человек Таракан еще не сняли Вот где Про палаты Можно снимать Можно не только снимать Можно еще и одевать Где там шпилька У меня топливо Кончается У меня топливо Кончается Сто литров Осталось Ну, я, если че На погрузку На нем поперек Проеду без телеги Думаю, соляра Хватит Потому что мне надо На погрузку Еще будет вернуться Мне может и не хватить Его, кстати Ё-моё Сколько Ох ты, бля, хомут Чего, степка-то У тебя мятая Так, ну 500 метров Сегодня мне и привезли Мотор От ДТ-30П Забавный движок Да Никогда не видел Хм-хм Забавно его сломали А че там сломали Гегард Мне говорит Привезли движок От ДТ-30П Забавно говорит Движок Я полдня Над ним ржал Ха-ха-ха-ха. Какой маленький. Ге, говорит, давай на дневной ручке. Забавлялся, говорит, полдня на дневной. Ну что-то типа того. Блин, я не доеду до погрузки на Урале, обратно, потому что топлива не хватит, где-то что-то придумывать, что-то машин в этот раз мало на карте, только это, самый минимум, все самое необходимое, зубная щетка, зубная паста, термопаста и все, 40 лет, не, мне не хватит, тем более через воду ехать, я уж не проеду до погрузки, ладно, нет, как говорится, так нет, использую что-нибудь другое. Так, мигалки мне не надо, мигать будут. 150 ремки берем. Обычный капремонт, на каждый цилиндр по 6 клапанов. Три впускных, три выпускных. Не, хорошо, когда снятые привозят, нам-то это, самим приходилось снимать, снимайте, говорят, вынимайте. сами, все снимали. Снято это хорошо, когда он этот голый лежит. Открутил, закрутил, поставил и все, типа и дальше забирайте и ставьте его сами на место, так да, приятно даже. У меня вот раз главное поворот еще и не проехать. Хотя я с той пилки сэкономил, так сказать, дорогу поперек. Все равно топливо-то прям в обрез. А, ну там бензовоз у меня стоит, ладно, я если что, допустим, может быть, подгоню. Ну, в случае чего. Что ты завилел, сынок? Сынок! Есть ровня, отбойник для чего стоять, чтобы я мимо этого приезжал? Призрачный отбойник какой-то. Так, вот тут вроде поворотка, ага. Ну и получается мне опять по этой же дороге ехать, да? Надо, короче, пока топливо есть, на самую дальнюю сгонять, что ли? Которая там под мостом ведет. Не снимайте, привозите, я попробую и сделать, но не обещаю оплату, только после завершения. Ну, после завершения-то это да. Это в любом случае. Ну, нормально так как бы правильно делать, а то, типа, деньги вперед, а потом скажут, слушать, братан, оно не работает. Или там, ну, чего-то. И получится как минимум неудобно. Больше доверять не будут. Ну, это как я, с компьютерами. Хм, давай, говорю, посмотрю. Посмотрим, говорю, давай что-нибудь сделаем. Но, говорю, не обещаю. День-два сидим, пока дрова найдем, блин, которых в принципе-то нигде и не существует. Там где-то в закромах вообще валялись. Спустя три дня нашли. Как говорится, все получилось. Блин, ладно, в объезд поеду, не буду я здесь разворачиваться. Просто пока буду крутиться, топливо больше потрачу. Ну, ранее. Что-то, ну, куда ты откатилась-то, стой на месте, я вас подвину сейчас. О. Так-с. Ну и чё? Ну и вот сюда вот. Блин, там блокпост. А мне по-любому туда ехать? Ладно, поеду на гараж. Я стараюсь напугать клиента ценой, чтобы потом сюрпризов не было. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. 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 Такое бывает. Не, ну если он готов, может не все пугливые. Скажешь, да ладно, ладно, нормально все. Ну, скажешь. Не, если деваться некуда по-любому. Ну, надо. Да. Вот тут уж пугайся, не пугайся. Но с запасом всегда надо говорить, а то может потом, когда в меньшую сторону обойдется, так сказать, напугал там, говоришь, 150. О, е-мое, там за голову схватился. Ну, давай, чего ж теперь. А в итоге обошлось в 120, допустим. И такой, не дал? Ну. И он радостный сразу. Это все не так страшно было, как его пугали. Ну, с одной стороны, приятно клиенту. Так, надо, короче, сейчас вот до этой пугали. Копилки доехать, по-быстрому будет перекурить. Заодно, ну, топливо я, скорее всего, все почти потрачу. Надо будет заправиться и в один конец. Как раз вот где, наверное, блокпост может, ой, е-мое. Туда куда-нибудь. Тогда я его использую в качестве крана. В принципе, он доедет. Ну, с полуприцепом попроще, чем с прицепом. Потом с роспуском взглянею, там вообще, наверное, будет легкотни. Че, не войдешь? Ща подтянем. Оттяжки твои. Опаньки. Я, 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 я. Я, я, я-я, я, я. Я. Я, 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 я. А я-то чё Да ну Отбойник Ну ладно, чтобы не лазить Ну хрен с ним, допустим Я думал, можно прям сократить Не привозили движок СМД-14 со словами Надо сделать, зашибись, цена не важно Нифига себе За 540 моточасов Жалоб не было, да? Ну вот, видишь Ловлю, 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 ловлю Ловлю Не, не ловлю Главное, я говорю, вообще так Если на сове сделаешь И самому приятней И чё? А чё у него ноги не это? У него ноги не работают Получилась фигня Ну и как мне сейчас Поддаться? Так, ладно Я всё понял Это неправильно, пчёл Так и тяни Он упадёт Так Не Так не получится Оно не поднимет У неё сил не хватит Ух ты, собака Какие копыта? Копыта Ставить Нет, скользит Вот ведь беда Оттягивай Ну, сову Сова Давай налазь на глобус Опаньки Я же говорю, мастерство не пропьёшь С того натяну Хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе Ещё какие игры играют В ETS-ку Иногда Реже В SnowRunner В NFoS-ку Как-то так Гринхэл там ещё надо добить Че еще? Вроде как все Вальхейм был, тоже прошел Ну, ЕТС-ку, АТС-ку В Сталкера Последнее время нет Раньше играл Еще когда на ютубе там стримил В этот И все три, мало того, что я прошел Я их вообще первый раз проходил Когда все уже по сто раз прошли Я только первый раз проходил Этот Тень Чернобыля Зов Припяти И Чистое Небо Потом начал эти, ну, модовские карты ставить Тоже их проходить Тоже иногда стрим запускал Сейчас в последнее время что-то Пока что не играю в Сталкера Что-то подзабылось Да и времени особо нет Ну и когда смотрел я Там карт Интересных не было Так На полтора часа В основном были Ну, такие маленькие какие-то Мини-сюжеты Из-за этого перестал Нифига полбака осталось Ну, ладно, я до гаража Сейчас все равно еду Че мне не едет Че как Френовенько Тяжелый Полу-трецеп Ну, ничего Справимся Ну, вот А следующую надо вот эту закрыть Которая за блокпостом стоит Вокруг объехать Где-то Вот, а потом Вернусь С прицепа кран Просто пригоню Вот такой вот Хитрый план Последний играю в мод на Сталкер Трилогия Апокалипсис С аддоном Наследства коллекционера Интересного, да? Да мне вон там говорили Какой-то тоже есть Интересный Потом я посмотрел Нашел какой-то Блин, забыл Че-то золотая лихорадка Или че-ли Что-то типа такого названия И опять Забылось Хотел, думал Поставить Но Опять все Времени нет До времени Да то работа То Мудранер Мешает Понаделают Карт На 6 пилок Блин Некогда играть Ни во что Ну все Чуть Сколько А, 3 пилки Я закрыл Считай Пол карты Еще 3 осталось Сейчас на этой машине Еще сгоняю Вдаль А, кстати Блин Можно отсюда Длинные Забрать И вот сюда Бахнуть Как вариант Правильно же Мысль Вот эту машину Можно пригнать Блин Надо, короче Сейчас Перекурить И подумать Сейчас я подумаю Как лучше Сделать Там пилка Рядом Длинные Бревна Есть Апокалипсис Это продолжение Мечного После похода К центру Зоны Да Что-то По-моему Я не видел Не слышал Такое Мне когда-то Этот Нам советовали НЛ НЛЦ И НЛЦ 7 Что-ли Там Без карты И без Ну Без мини-карты Без Всего Но я Так И это Думал Не стал Проходить Так-то Две машины Брать Тоже Привет Привет Пума Так Ладно Короче Пойду По-быстрому Сейчас Пару минут Сгоняю Перекурю Сейчас подумаю Как проще Бревна Привезти Те Короче Сделаю Нет Что-ли Смит Смит Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Кран! Кран! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Мы решили knotment Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! так и урал мужской настоящий рот и не только рот еще и нос мужской такой с горбинкой как то так так они сейчас надо сейчас это посмотреть если я поеду вот сюда то мне надо будет куды если отсюда собираюсь ехать так по а ну тогда раз на то пошло и сейчас вот эту пилку закрою вот так короче мне по-любому сейчас сюда вот так и вот эту закрою дальше возьму машину смотаюсь погружу и все я понял я понял 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 это же я так прикалусь я всегда так делаю а кран про краник я уже про краник говорил вначале настоящий край не группа выпустить свою краник на волю на свободу пусть он поболтыхается загнулся вещь там тесно как говорится уже крайне кто вырос у меня были урал про 75 бензиновый дверь машина грет много это да зато и едет как говорится ну раньше то все равно когда машины эти делали хоть дизель хоть бензин они не так не думали про топливо это щас вот свобода краник точно сейчас топливо там дорогая раньше он как говорится остатки сливали в ближайшие кусты так что раньше мало кого интересовало сколько он жрет 50 литров он жрет 60 вообще до лампочки главное чтобы он свое отрабатывал то есть выполнял ту функцию для чего его создали щас не щас как говорится поняли это деньги бабки бабки как гриша сказал все завязано на бабках гриша все завязал на бабках бабкам все год все бабкам все лучшее бабкам нет все ろ длинный с что то загораживает место Кран у вас длинный, уберите, пожалуйста, свой кран И несите, говорит, в мой экран Странно вот это, буквой В Дерево Потому что там клад Склад Вон у меня на ремонте движок С расходом в 309 Час 850 литров, ни хрена себе Не напасешься топлива на такой движок Кранствал не бывает Да, бывает, что злиться В каждом, как говорится, краном такое может случиться Некоторые, правда, это Неработные И была машина, короче Помни, вот я забыл, как машина называется Какая-то американка, что ли, какой-то джип Так мужику хватало Пол бака, чтобы доехать только до магазина 850 лошадей Нормально Прокорми-ка их, попробуй Мужику там пол бака хватало, чтобы доехать до магазина и обратно Я вот не помню, она Сколько у него этот джипик-то сжирал Чё-то в районе 60 литров, что ли Ну и куда, говорит, тебе столько Ну, зато машина, говорит, крутая, мощная Магазин съездил и всё, ну, пол бака ушло Ай, колёсико Ай, провалилось Прямо задняя Задняя Часть не вошла Таз велик Даже, по-моему, этот Додж Хеллкэт Не, он сколько, 1200 лошадей Но он, по-моему, меньше жрёт Явно не Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Не 310 литров Слишком большая задница Не, это слишком длинный хвост У кого-то слишком узкие мосты Хвост Хвост нормальный Просто мост у кого-то узкий Поэтому Попа Не входит Не все попы, как говорится Войдут в этот Ну не попы Хвосты, ладно Не все хвосты влезут Не у всех же хвосты длинные У Какого там У Табермана вообще его нет Он спокойно войдёт Войдёт и выйдет без проблем Ну ты нашел где мне повредить блокировку Прям в горе Я думал вытянет Не, я не буду Прям в горе О, скоро рассвет Хорошо Так, ну эту пилку ладно, я следующую быстро закрою А с другой что делать, там крана то не будет Две машины гнать Посмотрим Бентли Метеор седан 117 литров на 100 километров 57 моторного масла и 16 трансмиссионного Ну она хотя бы Ну это скорее такие, блин, коллекционные машины Которые Которых этот Выезжать только по праздникам И то на них Не гонять А просто там Проехаться, как говорится Доехать Не знаю По улице куда-нибудь Потихонечку Так же как и Бугатти Верон Ну Ламба поменьше жрет, конечно Но я говорю Так же как и Додж Хеллкэт Вот этот Который на 1200 лошадей Так Прокатиться Постоять на ней Доехать куда-нибудь Постоять там У тебя посмотрели Да и все Потому что Каждый день на ней Не поездив Так Направо Подавай вам в лужу Здесь нормально в лужу Так обсуждаете Как будто В реалии возите А вдруг Мало ли Мало ли Завтра Соберусь купить Бентли И буду знать Что она 117 литров жрет Ха-ха-ха Я на ней Не поеду там На работу Только по выходным Ну и то Вокруг дома Прокачусь И все На работу Ездить на ней Не буду Слишком накладно Особенно Зимой Погреть ее Там В пробках Постоять Не-не-не Ни в коем случае Так что Все возможно Может Не завтра Соберусь Друг Послезавтра Подумаю Не купить ли мне Бентли И пойду Куплю Ха-ха-ха-ха Кто его знает Как она там Жизнь ой складывается вдруг у меня непреодолимое желание возникнет бывает же такое что прям судит чё бентли она была сделана в 1930 году это вот эти которые без крыши да ну на которых сам бентли даже катался он тогда шанс гонщик вроде насколько я помню муж я не помню тогда я говорю там пофигу было вообще на это топливо считали как да вообще никак не считали ни за что эту нефть ну не мусор как говорится но не считали ее за что-то полезно такс можно и на свадьбе покататься да на бентли можно можно только если свадьба если свадьба недалеко а то может свадьба там в какой-нибудь деревне туда нет туда я не поеду эх блин надо было опору это ему выставить ну ладно пофиг не нужен мне прицеп обойдусь и без него ну вот я игру да они же все считаете ну родоначальники машин вот этих вот в основном они в большем случае гонщики были знаешь как получить маленькие уральчики скрестить два уральчика два урала больших будет маленький уральчик родиться маленьким уральчик хе-хе-хе-хе уральчик маленький у них родиться уральчик а я щас это урала и краза скрестю не скрещу а скрестю да ты догадливый хе-хе-хе я такой я биологию сдавал экзамен по биологии научили хе-хе-хе-хе-хе как они это скрещиваются ну пестики, тычинки там споры как они спорами размножают то есть я экзамены сдавал даже так стой тут сейчас я с гаража приеду блин топливо 20 литров оно мне не поможет конечно но это лучше чем ничего но это лучше чем ничего оказывается биология теперь для машин нужна хе-хе-хе хе-хе-хе если на механику да как же конечно нужно я вот пошел как говорится на механику биологию сдавал экзамены мне сказали да ты молодец ты все знаешь иди ты все знаешь свободен я говорю спасибо спасибо говорю товарищ учитель как в китайском кино там про Джеки Чан вот эти старые там про Брюс Ли там учитель учитель ну ну то я так же учитель спасибо учитель и пошел ну как то так если вкратце Да, именно так. Китайские это, как говорится. Практически второй язык, мы же китайскую лапшу ели. Ну, не доширак она называлась, она называлась просто китайская лапша. Мы ее это, ели, как говорится, в студенческие годы. И познавали с этим Китай. Там заложено все ДНК. Как говорится, ни одну кастрюлю китайской лапши употребили. Чтобы понять. Как это, как это, по-китайски. Хорошо, еще палочками не заставляли есть. А то бы мы еще больше, наверное, поняли. Да, это когда на палец в стол и сразу... Да, и так можно тоже. Как вариант. Так, ну погнали. Здесь. ЦА. ЦА. ЦА Петрол. Угу. Хм. Петрол какой-то. Какой-то Петрол, короче, заправил. На Петроле как поеду. Не, а что, нормально на Петроле едет машина. Даже никогда не подумал бы, что на Петроле так можно. Ириш. Ириш, пуп. Хе-хе-хе-хе-хе. Это такой пуп, что мало не покажется. Может, пупка. Петрова заправил. Да, Петрова. Петров хотел. Он все время говорил, заправьте меня, заправьте. Я говорю, подожди, Петров. Я говорю, только доеду, заправлю. И в итоге заправил все-таки. Осталось еще Сидорова. Тоже просил. В школе еще просил. Хе-хе-хе. Я говорю, заправлю, говорю, скоро. Так. Не, напрямик. Чего ты рисуешь неправильно? Отсюда. Хоп-хоп. 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 Ты её как заправишь, то придётся отливать. Да отлить это не долго вон, кустов-то много, пошёл, да как говорится, отлил, это не проблема отлить, мы же в лесу, так что с этим проблем даже вообще ноль, тормознул вон, вышел, отлил, поехал дальше, ну тут всё просто. Чё ты мне? Всё правильно, по меткам еду. Как машины в туалет ходят? Они не ходят, они едут. Зачем вам ходить? Они едут в туалет, прям заезжают. Есть такие туалеты большие. Билл называется. Есть Билл, есть автомобил. Вот так. Автомобил. И всё, они туда въезжают и отливают. 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 ТУМОХ Нифига я только заметил В заборе она-то висит В воздухе Антигравитейшн Ё-моё Столкнуть Чтобы не позорилась Все Больше нет висячих заборов Никто не увидит Как он висит Никто не видит у этого дома Как забор висит А то иногда у них масло Протекает, наверное, не выдержит Но это не держание, это болезнь Там есть такие вещи, как прокладки Там олвы из плюс-минус Менять надо просто Это не держание, это болезнь такая Некоторые, да, болеют Растывают Так что, есть такое Клапан, как говорится, не выдержит Да, недержание масла Именно так это называется болезнь Недержание масла У некоторых недержание маргарина даже бывает Так что Так что Такое есть Но оно лечится быстро Там этот Тампакс Ну И все Ложи туда Две палки Еще можно Можно прокладку поменять Между рулем и сидением Чтобы не допускать Недержание Ну не мочи Масло Недержание масла Чтобы не допускать Можно прокладку поменять Между рулем и сидением Даже не то, что можно Я бы сказал Нужно А кто так Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Венегрет Благодарю за сердежко Жду скидку Модранер День седьмой Дискорд Нет, не вернули его Запломбировали Все Будем без него Будем без него общаться Там всякие гадости в нем Показывают Ницинозорхина говорит Всякую Матом ругаются Так что Не нужно У меня один раз Играло Короче Сначала Один грузовик В гараж Заспаунил Потом Уже другой И баг был Что они просто Слились Наверное Ну это весна Не выдержали Наплет Весна Скорее Семь Есть такое Бывает Они Начинается У них Период Слияния Брендела И мухи И Сливаются Потом Короче Крепкую дружбу И водой Не разольешь Я бы так сказал Дружат Они Просто Очень сильно Так Что же мне С последней Топилкой Делать Ехать на нее Прилично Далеко У этого Топлива Нет Ладно Так и Быть Ну Поеду С крану Че Что Поделаешь Зря Прицеп Я же Гру На копыта Не поставил Стрел Продолжение следует... 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 Ну чё ты, родной, сдох-то? Ехай давай. Какой дедуля, краном пользуется и по сей день, да. Как говорится, дед он ещё молодец, не каждый дед может пользоваться, некоторые просто забывают, я так думаю. Некоторые дедули, они как взмахнут, как говорится. Так замахнут. Так что, дед, как говорится, он ещё молодец. Ну, поэтому же говорят, там есть ещё порох в пороховницах, там ягоды в ягодицах, кран в небылицах, ну и ещё чё-нибудь. Так что, дедуля, кран в небе. Опыт не видно, а то А опыт, как говорится, его не пропьешь Хотя некоторые умудряются, но Тем не менее Это мне сейчас, блин, опять в эту же сторону ехать, да? Получается Все По одной стороне, ну по одной почти дороге Надо было замутить где-нибудь Из-под выпадерта Чтоб прям Ахнули Опытный, говорит, у него видно Хе-хе-хе-хе-хе Опытный всегда видно Потому что Шила в мешке не утаишь Невозможно, как говорится, спрятать Да некоторые говорят, видно Спрячу Хочу прятать Пусть видят Мой большой опыт Мужики точно ах Да? Как увидят большой опыт И понеслось Че-то у меня нос Помят Странно, где помял нос-то? Непомяло простыл Непомяло простыл У кого Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Так и хочется спросить У кого У кого простыл? Это плохо Когда он простывает или когда у него простыл простыл он есть не заразным всяких болезней полно только простыла мне еще не хватает лучше бы помял простыл такая вот вредная болезнь так и здесь и сюда и сюда поеду ну да вокруг так и есть блин заправиться-то негде ремка нафиг не нужна у них же вирус коронагруз бывает такое у них даже не то что коронагруз у них корона просто тяжелый просто корон я когда снимают скидываешь с плеч вирус исчезает сразу я даже сказал не корона груз а корона нагруз и бывает вот когда корона перегруз тогда да перегрузом серьезно еще орги орги это такие кровожадные кровожадные как говорится балки аббревиатура орг и институт какой-то мне кажется очень резвый да не орки а орги ну я понял я и говорил не орки а орги это орви орви не знаю я думал институт очень развитый главный институт вот это орга и орви это орви это ну и типа рвать когда там движок такой говоря же прям движок как у меня рвет прям с места ну вот это вот орви очень рвет или ревет что-то одно из двух короче есть еще не очень рвет а очень горит это уже мороженый а ну кстати да ты да я всегда даю новые идеи я только новые идеи даю старые никогда не даю идеи потому что они старые а новые всегда даю как говорится мне вечно подходит говорит слышь дай идею новую новая есть я говорю конечно есть дай я говорю бери все и постоянно даю новые идеи что старье то давать как говорится смысла нет старые идеи они уже ими пользовались уже все кому не лень поэтому старые никогда как ношеная одежда как говорится когда у тебя ботинка уже хотелось быть подкова отлетают когда у тебя уже подкова отлетают все равно что кому нибудь отдать на типа доноси тут подошьешь нет не прилично нет не прилично нет даже свой блогер мистер груз 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 мистер аapter кухня оцеников мистер 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 фига себе восемнадцать километров дам hinterland неудобно все он не едет уже тяжко 100 ну 120 от рублей где-то надо заправляться там заправщика подогнать это баки у меня ноль кстати у них свой тип топ лайфаки да и тип топ они всегда это все тип топ лайфаки потому что надо это свое все иметь зачем чужое то брать не имей как говорится 100 рублей а имей свое свои деньги хаки кстати в лайфхак где этот хак то и еще макбан на груда так и есть вот где-то хаки блин а вот он хаки не лает правда но все равно хаки вот они свои у каждого у этого голубой цвет как небо ну как лужа даже вот это еще это старуха шапокляк говорила там про зеленого крокодила там лежишь на лужайке и тебя не замечают так и погиб я вот наконец-то решил эту несчастную фотку сообщество кинуть а надо ссылку на карту оставлять ну может ссылку по какой то там фотку может оставить если че если хочешь несчастную почему она несчастную она сделал тебя несчастным а до этого ты был так счастлив эх винегрет не ну там можно фотку с той карты не ну ты можешь как как в дискорде все точно так же можешь делать там же по сути все то же самое так же как и в дискорде и все и все интересно 51 литер ладно давай заправлю где как говорится ё-моё наша не пропадала и дай как говорится не стесняйся прочтём ответим все ваши вопросы то что тебя мучает кстати я читал про вроде что вроде думают над блокировкой ну нет там не то что думают это тоже я видел они там просто не над блокировкой думают а в реестр его вносили за нарушение по блокировку целиком не было речи но предупреждение блокировки было то есть в реестр нарушениях оно внесено но это я говорю сегодня не предупреждают завтра тоже послезавтра заблокируют условно говоря там какие то эти блин описание написание игры материал короче не соответствующий требованиям пуском надзора ну они удалили то есть им это уже не в первый раз им выносят постановление то есть предупреждает что вот это вот это нарушает наши эти так сказать частные рамки они убирают их с реестра тоже включать вроде кинул да я гляну кинул но если кинул дойдет вот вот эту карту мне киличенко же сам скидывает в этот в бк я же ее оттуда взял вот он мне кидает и если ты скинул вроде нажал на кнопку отправить то Гриша обычно скидывает и от него не приходит а все почему а он не нажимает на enter ну что пришло я говорю нет я говорю а ты на enter нажал он нет я говорю так на enter нажми пускай либо после блокировки дайте свои сбережения либо переносили никто ничего вообще не будет не отдавать ни ничего это было уже с таким просто сталкивались ну я сталкивался в нфске например там люди тоже на игру тратили деньги а игру просто закрыли потом нфс ворлд спустя пять лет это это потраченные деньги ну по закону если у них там же правила есть как бы стимские ты всего лишь ты не в собственность берешь а как бы арендуешь то есть там так и написано то есть ты пользуешься площадкой арендуя ее арендуя вот эту игру вот ты за это заплатил игра тебе не принадлежит а как бы ну как аренда то есть там что то такое ну когда я читал правил там было так написано примерно в двух словах я еще не все стимовские карты прошел и не все достижения получил да и тогда у тебя есть время поторопиться винегрет не ну я говорю сразу не закроют так быстро вот дискорд с весны предупреждали я вам с пацанами разговаривал еще говорю летом вот говорил что скорее всего заблокируют потому что он громче пишут нарушения какие ну так и вышло надеюсь все игрушки которые я купил перенесут нет вряд ли потому что одна площадка другой вообще стим это же площадка там допустим европейская и они делиться не собираются почему они должны свое отдавать это сильно сильно вряд ли то есть новое допустим если ты заново возьмешь ну тогда да так с одной площадке на другой тем более она лицензия привязана на самой корневой папке у тебя сразу привязана именно к стиму когда ты допустим стим запускаешь и пытаешься игру с рабочего стола запустить она у тебя требует стим вот ты его открыл она привязана туда вот пираты когда делают они эту как раз то привязку отвязывают просто впихивают эту таблетку свою и все и поэтому не требует вот как то так в общем все доехал я ничего сложного впрочем как и всегда два часа пятьдесят две минуты емая 38.00 километров как то так так что закончим на этом надеюсь ничего не заблокируют ну больше ну и последней игрушки у нас не отберут так что всем удачи и всем пока 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 Продолжение следует...